Сервис StoryJumper. Давайте про арктический зоопарк. Ссылочку. Сегодня у нас День животных. Так, пожалуйста. Моя книга. Давайте еще не мою. Нельзя же так хвастаться. Давайте вот такую. Озвученный вариант. У меня просто книга с картинками. А вот это озвученная книга. В общем и целом StoryJumper очень напоминает WriteReader. У него тоже есть возможность добавлять тексты, картинки и озвучивать странички. Бесплатно. Здесь ограничений особых нет. Единственное. Если вы заходите на сайт без регистрации, начинаете просматривать книги, сервис вам покажет ровно половину книги. А потом скажут, что нужно зарегистрироваться, чтобы посмотреть остальное. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Просто если вы хотите книгу дочитать до конца, то придется оставить свои контактные данные, завести там аккаунт. Аккаунты в StoryJumper двух типов. Есть обычные читательские. Вы можете просматривать и создавать свои книги. Есть учительские. Учительские более сложные. Там есть возможность создавать классы. Здесь примерно такая же история, как и с предыдущим сервисом. То есть это для совместной работы нужно. Только здесь немножко более сложный вариант. Ученики должны сами зарегистрироваться и добавиться к вам в класс. Выбираем, какой нам больше нравится. Если вы библиотекарь, то, наверное, стандартный подойдет. Но если вы учитель, можно попробовать учительский. Мало ли, вдруг пригодится такая опция. Ну вот сейчас на экране я все подписала по возможностям. Как видите, здесь очень все стандартно. Тексты, изображения, фоны и фотографии. Фотографии есть в поиске внутри самого сервиса. Можно загружать свои картинки через кнопочку Add your photos. Внизу кнопка для того, чтобы озвучивать. Она называется Voice. А работает она точно так же. Нажимаем на кнопку, держим, проговариваем текст, отпускаем, текст сохранился. Все, что мы добавляем, просто мышкой переносим на страничке. Ну и дальше можно немножко подредактировать, за исключением фонов. Фоны не редактируются. Здесь огромнейшая библиотека разных красивых картинок. Они действительно очень яркие, красочные. Здесь вот есть обычные стандартные фотографии, например. А есть такие более мультяшные. Поэтому для детского творчества очень хорошо подходит инструмент. Библиотека, правда, очень большая. Там даже мне все просмотреть не удалось. Есть поиск, который работает. И на русском, и на английском можно искать. Ну и вот так страничка за страничкой мы оформляем. Очень похоже на Bokemon. Тоже внизу развертки страниц. Первая страничка – это обложка. На вторая страничка – это вот как титульный лист у книг. Ну а дальше пошли, начиная со второй страницы. Текст, картинка, картинка, текст. Создаем целые сценки, используя фоны, изображения и так далее. Вот все картинки, которые у меня в книжке, большая часть, святы как раз из библиотеки сервиса. И таким образом страничка за страничкой у нас создаются. Есть еще кнопки для добавления страниц. Они внизу с плюсиком добавляют, которая с корзинкой, с мусорной, удаляет страницу. Ну, в общем, на выходе мы получаем целый альбом. Здесь, как вы видите, такая ориентация горизонтальная. Обложка будет толстая, у нее будет звук перелистывания немножко другой. Ну, а странички будут перелистываться, как обычные странички. Тоже хороший инструмент. Я в обучалке еще подробно рассказала про класс. Там есть несколько таких моментов, нюансов. В общем, если кому-то про класс интересно, в обучалке я подробно постаралась описать, какие там есть возможности для создания книг. Там есть возможность создать книгу групповую, когда вы работаете все вместе над одной книгой. и есть возможность создать книгу по шаблону. То есть вы делаете шаблон, а дальше все дети копируют и делают ремиксы на основе этого шаблона. Так что здесь очень-очень много возможностей тоже для совместной деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...